Как происходит травля в коллективе, травля на работе, к чему это приводит? И, друзья, в этом видео также рассмотрим, какие рекомендации можно дать жертве подобных обстоятельств. Первое, что я хотела бы рассмотреть в этом видео, это жестокость среди женщин. Как отмечают психологи, среди женщин наиболее лучше проявляется такая форма издевательств, как словесные издевательства. По сравнению с мужчинами. Дело в том, что у женщин, опять-таки, по сравнению с мужчинами, лучше развит вербальный аппарат. Мужчина, в случае чего, традиционно, лезет в драку. Женщина не может таким образом дать отпор, и поэтому у нее лучше развит... Ей приходится развивать свой вербальный аппарат. Это первое. Второе, если мы говорим про женский коллектив, то таким образом описана следующая закономерность. Женщины склонны формировать весьма сплоченные социальные группы, которые характеризуются особым стилем общения. Это так называемые клики. И в итоге, что мы видим? Мы видим группу струящихся ядом голосов, которые действуют как один голос. Они действуют как единое целое, как единый организм. И если же какая-то девушка становится объектом травли в женском коллективе, то придирки и поводы для травли весьма разнообразны. От внешности до манеры поведения, от придирок компетентности до придирок сексуальности, к сексуальному поведению объекта травли. И тем самым мы говорим еще и о следующем интересном эпизоде, что наряду с прочим, женщины могут прибегать к физическому насилию. Потому что в основном традиционно мы будем говорить, что нет, это мужчины склонны к физическим издевательствам, а женщины к чему-то другому. Но среди женщин точно так же может проявляться и физическое насилие, физическая агрессия. Два основных, тем не менее, способа издевательств, которые предъявляют женщины к объекту травли. Это отвержение и распускание слухов. Давайте рассмотрим подробно, что такое отвержение. Когда группа делает все для того, чтобы изолировать жертву травли от общей жизни в коллективе. Не зовут ни на какие мероприятия, к примеру. Вот отвергают, да, исключают из каких-то мероприятий. И получается, что поводы абсолютно разнообразны. Могут сказать, что ты не так выглядишь, ты носишь не ту одежду. Но при этом, если же это про вас и вы являетесь жертвой подобных обстоятельств, я хотела бы вам сказать, что не спешите переобуваться и не спешите переодеваться, как в буквальном, так и в символическом смысле. Если же вы переоденетесь, то повод все равно найдется. Будут придираться, но уже к чему-то другому, для того, чтобы вас изолировать от общей жизни в коллективе. Второе – это распускание слухов. Дело в том, что вот эта клика формирует, создает, сочиняет весьма отвратительные истории, сплетни, и затем их целенаправленно распространяет. Она переспала со всеми мужиками в коллективе. Вот такие отвратительные истории, мерзкие истории. Она больна венерическими заболеваниями, если мы говорим о жертве травли. Она всем дает, она живет в каком-то ужасном месте города. Над ней там, ее там раньше чем-то плохим измазали. Про нее какую-то информацию нашли в интернете. И все это распускается, все это распространяется. Какова цель? Цель – организовать дразнение. Чем это опасно наряду с явным негативным эффектом? А вот это распускание слухов чревато и тем, что будут в подобный процесс вовлекаться и другие люди, которые изначально не участвовали в травле, изначально сами не распускали слухи. То есть происходит такая эскалация конфликта. Вовлекаются все новые участники. И потом есть какие-то люди, которые косо смотрят на жертву травли. Вот она идет, и они начинают о чем-то шептаться. На нее плохо смотрят. Ее игнорируют, перестают с ней общаться, перестают с ней здороваться и так далее. Делая таким образом, вот эти, скажем так, новые участники наносят жертве дополнительный урон. Являются таким образом дополнительными обидчиками, вне зависимости от того, осознают они то, что делают, или не осознают. Ко всему прочему, вот эти дополнительные новые участники могут еще и отпускать какие-то комментарии для жертвы травли в ее адрес. Могут ей что-то говорить. Это могут быть какие-то язвительные комментарии или что-то прочее. Но самое главное, что они не сообщают жертве травли, в чем конкретно дело. И она не понимает, что конкретно происходит. Она не понимает, почему, придя, допустим, в коллектив, в какой-то непрекрасный день, она стала мишенью для всего коллектива. И поскольку ей конкретно не говорят, в чем дело, то есть она конкретно не знает, какую информацию про нее распространяют, она не может тем самым, следовательно, себя защитить и как-то оправдать вот эти слухи, как-то подставить их под сомнение, себя оправдать. И вот что происходит. И получается, что вот как отвержение, так и распускание слухов это очень деструктивные формы травли. Потому что, например, вот это распускание слухов редко считывается как целенаправленные, сознательные, намеренные действия по травле. Очень редко, да? Редко существует возможность для того, чтобы понять, что про тебя целенаправленно распускали какие-то слухи, да? К тому же мы в данном случае говорим про нефизическую форму насилия. И вот эта нефизическая форма насилия не оставляет видимых следов. Как, например, в американских каких-то сериалах, в фильмах, да? Девушка идет по коридору и слышит, что там, сям, в разных уголках этого коридора ее дразнят, перешептываются, указывают на нее пальцем, говорят, вот смотри, она пошла, да? И непонятно вообще, что происходит. Вот мне сейчас даже пришло на ум такой эпизод из фильма «Служебный роман», когда героиня идет и говорит, вот смотри, она пошла, да? И конкретно она даже не знает, в чем дело. Вот что происходит. Итак, друзья, мы с вами рассмотрели травлю в женском коллективе. Следующее, что я хотела бы рассмотреть, это травля в вузах. Дело в том, что травля в вузах, в учебных заведениях, прямо пропорционально времени нахождения жертвы в этом учреждении. То есть, если же вы учитесь на дневной форме обучения, на очной форме обучения, да еще и живете в общежитии, существует более высокая вероятность, что вы станете объектом травли. Вы там проводите достаточно много времени. Нежели вы учились бы, допустим, на вечерней, очно-заочной форме. Приходили бы учиться только по выходным. Здесь, в этом втором варианте, существует меньшая доля вероятности стать объектом травли. Почему? Потому что во втором случае мы говорим о тех студентах, которые традиционно параллельно еще и работают. Они более профессионально ориентированы. Эти люди более замотивированы как на профессиональное развитие свое, так и они более мотивированы на то, чтобы закончить учебу в более сжатые сроки. Простым языком выражаясь, у них нет времени на гадости. Они думают о другом. Третье. Это травля в общественных местах. В каких-то клубах, на каких-то мероприятиях, в каких-то заведениях. То есть, помимо работы. Как описано в психологии, вы не станете объектом травли в трех случаях. Первое. Если же вы не являетесь постоянным посетителем. Второе. Если же вы не привлекаете к себе внимание и не выделяетесь из общей массы. И третье. Если же вы там, в этом заведении, никого не знаете. Из этого можно сделать следующие рекомендации. Первое. Друзья, смотрите. Если же вы все свое время проводите только в одном клубе, только в одном заведении. У вас больше вероятности стать жертвой травли. Поэтому проявите разнообразие. Не являйтесь завсегдатаем только одного какого-то направления. Второе. Не пытайтесь влиться в толпу. Если же вы, как сказать, если же вы до этого этого не сделали. Если же у вас уже не получилось влиться в толпу. То, скорее всего, если же вы будете себя заставлять это делать. У вас это и не получится. Вы лучше, ну, как бы так сказать. Как-то оставьте общую массу людей в покое. И останьтесь вместе с самим собой. Пусть они там живут, как бы, своей жизнью. Не пытайтесь навязывать свое общение. И, кроме прочего, не стремитесь подчеркивать свои знаки отличия. Свои знаки инаковости. Не выделяйтесь из общей массы. Как будто бы среди тихих голосов вы говорите громче всех. Вы так привлечете к себе внимание. У вас больше шансов стать жертвой травли. Если же вы завладели каким-то дефицитным ресурсом. Точно так же у вас больше вероятность в этом случае. То есть не привлекайте к себе внимание. По возможности, конечно. Третье. Не тусуйтесь с уже известными вам обидчиками. Если же какие-то люди вас обижали. Допустим, в школе. В ВУЗе. То после этого данные люди, скорее всего, не станут вашими лучшими друзьями. Если же вы вот с этими людьми пойдете, например, на какую-то вечеринку. В какой-то бар. Очень велика вероятность рецидива. Что травля снова повторится. И если же вы находитесь, допустим, в каком-то баре. В каком-то ресторане. То вы, скорее всего, можете подойти к бармену. Сказать, что меня здесь обижают. Можете подойти к охранникам. Но дело в том, что велика, опять-таки, вероятность. Что именно вас попросят удалиться из этого заведения. Насчет индивидуальности, друзья. Здесь очень для меня спорный момент. То есть в психологии описано. Для того, чтобы не стать жертвой травли. Вот как я уже говорила. Не выделяйтесь из общей массы. Ну, достаточно сложно. Очень сложно бывает. Подавить свою индивидуальность. Если же вы, в принципе, уже отличаетесь из общей массы. То что же тогда делать? Если же вы, например, с тремя высшими образованиями. И вдруг находитесь в ином обществе. То как вам скрыть свою индивидуальность? Свою непохожесть? Ведь если же человек, в данном случае, он будет и говорить другим образом. Выстраивать дискурс абсолютно отличным образом. Будет и мыслить иначе. Если же молодая девушка находится в коллективе более старших коллег. Она уже отличается именно этим. Здесь вот такой вот интересный момент. Может быть, вы поделитесь своими наблюдениями, своим опытом в комментариях. Своими мыслями на сей счет. По поводу того, что не надо выделяться. Так, это у нас было третье. Четвертое. Это травля в неформальных, в неуправляемых группах. Давайте с вами условно разделим все социальные группы, которые только могут быть, на два типа. Группы, у которых есть управляющее звено, есть какой-то лидер, есть конкретный начальник, известная его фамилия, имя, отчество. К нему можно обратиться. Управляемая группа, формальная группа. И есть группа неуправляемая, неформальная, где нет конкретного начальника, конкретного руководителя, конкретного лидера. Кому можно обратиться? Этого здесь нет. Если же вы стали объектом травли, именно в последнем случае вас некому защитить. Друзья, лучше уходить из этой группы. То есть, что я имею в виду? В качестве примера это могут быть какие-то спортивные кружки, какие-то фан-клубы, клубы по интересам, клубы по хобби, клубы матерей. Следующая. Травли на работе. Давайте рассмотрим с вами корпоративную иерархию. Как правило, зачинщик травли очень редко располагается в низших слоях коллектива, согласно корпоративной иерархии. В основном зачинщик травли находится в среднем или даже высшем звене. И это те люди, которые обладают определенными полномочиями. Чем больше этих полномочий, чем больше у этого человека пространства для контроля над другими сотрудниками, тем более вероятно, что он станет инициатором, зачинщиком травли. Это те люди, которые могут работать в кадровой службе, например, в офисном делопроизводстве. То есть это та деятельность, которая сопряжена напрямую с общением с людьми, с межличностным общением. И вот они будут общаться и определенную информацию создавать о вас. И в психологии в основном описаны четыре типа придирок. Давайте их теперь рассмотрим. Первые придирки – это придирки к внешности и манере поведения. Как я уже говорила в начале этого видео, в основном это свойственно для женщин-агрессоров. Какова цель? Внушить жертве травли неуверенность, навязать ей более консервативные взгляды, навязать жертве травли свои взгляды. И это могут делать более старшие сотрудницы для того, чтобы сохранить, поддержать свое влияние на младших сотрудниц. Почему? Потому что эти люди действительно опасаются потерять свое влияние и утратить свою власть. Второе – это этические придирки. То есть есть какая-то жертва травли и придираются к ее этическим принципам, к ее ценностям. Например, к религии. Например, находят девушку, и это молодая мама. И придираются к тому, что ну как же так, ты молодая мама и уже вышла на работу, когда твои дети еще малы. Повод вообще всегда найдется. В принципе, не нужно особого ничего делать для того, чтобы стать жертвой травли. Если люди захотят, они повод найдут. Третье – это придирки компетентности. Зачинщики травли делают следующую хитрость. Они якобы случайно забывают передать жертве травли какую-то важную служебную информацию. Якобы случайно. И после этого обвиняют ее в неосведомленности и, как следовательно, в неквалифицированности. То есть, если у тебя нет информации, как ты можешь что-то делать. Из неосведомленности легко затем выделить, проследить и сказать, что ты тогда неквалифицированный человек. Кроме прочего, они делают очень многое для того, чтобы сковать активность жертвы. Не дают пространства для работы. Делают все то, чтобы она не могла осуществлять свои прямые служебные обязанности. Например, ограничивают в правах доступа к какому-то ресурсу. Кроме прочего, зачинщики травли могут подстроить провал на работе в тот момент, когда сами они отсутствовали на рабочем месте, создавая таким образом флер собственной незаменимости. Все зависит от них. Если же жертва травли сделала какую-то хорошую работу, они обязательно будут жаловаться на низкое качество выполнимого. Четвертый тип придирок – это, знаете, такие берущие взаймы. Есть такие люди, которые заимствуют чужую работу, а затем жалуются опять-таки, что все зависит от них, что все должны и все обязаны делать они сами. Смотрите, они незаменимы, да, получается. Если же жертва травли направила какой-то отчет, какой-то документ руководителю напрямую, без согласования с ними, то они таким образом жалуются на низкое качество, да, что это плохой отчет, они придираются к этому отчету. Они делают все для того, чтобы изолировать жертву травли от прямых контактов с начальником, с руководителем, да. И получается, что некому защитить, и они таким образом сами оказывают большее влияние на начальника. И еще описан следующее, такой момент. Если же жертва травли выполнила какую-то хорошую работу, выполнила что-то качественно, они просто заимствуют это себе и выставляют эту работу в качестве своей собственной. Какие еще можно сформировать рекомендации? Как вести себя, если вы являетесь жертвой травли? Друзья, травят непохожего, тем не менее, травят непохожего. Получается, что вы не являетесь идеалом для этой группы. И поэтому такая рекомендация, как не выставляйте на показ, не заостряйте внимание на собственной инаковости. Но вот про это мы с вами уже обсуждали. Второе. Травят того, кто ведется на травлю. Травят того, кто выходит из себя, теряя самообладание. Не давайте такую бурную реакцию, вот такую вспышку гнева. Не показывайте свою истерику, свои слезы. На это и рассчитано. Это этого субъекта травли и, в принципе, хотят получить. Если вы предчувствуете, что сейчас у вас произойдет нервный срыв, по возможности выйдите из коммуникации, удалитесь или же переключитесь на другую деятельность. Третье. Снижайте долю контактов с агрессором. Взамен этого обзаведитесь по возможности поддержкой. Постарайтесь с кем-то подружиться, для того, чтобы вы сами не чувствовали себя в одиночестве. Для того, чтобы, как говорится, один в поле не воин. Снижайте по возможности время нахождения во вредоносной среде, потому что это действительно вредоносная среда. И никоим образом, следующая рекомендация, никоим образом не верите критическим замечаниям, которые отпускает ваш обидчик. Не верьте этому, не принимайте это на свой счет. Поймите, что те язвительные комментарии, которые они отпускают в ваш адрес, все это сделано специально. Не принимайте это на свой счет, не верьте этому, потому что в противном случае у вас возникнет просто ощущение собственной неполноценности. И это заметно снизит вашу личную эффективность, вашу профессиональную эффективность, и заметно подорвет вашу самооценку. Друзья, спасибо за просмотр видео. Я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, то ставьте лайки и пишите в комментариях свой жизненный опыт, чтобы вы сами могли бы порекомендовать тому человеку, который находится в этой ситуации. Спасибо.